Доброе утро, дорогие телезрители! Будут откладываться яркие моменты и не будет ощущения, что время настолько быстротечно. Самое главное теперь найти эти самые занятия. Но я думаю, что ваши друзья, родственники, родные непременно вам в этом помогут, потому что нет ничего лучше, чем проводить прекрасные осенние вечера в такой общей компании. На нашу сегодняшнюю программу начнет рубрика «Разминка». И прямо сейчас вы сможете зарядиться утренней позитивной энергией. Доброе утро, наши телезрители! Сегодня я вам покажу два способа, как накачать эффективно пресс. Начнем с первого способа. Принимаем упор лежа, коленки согнуты, руки у висков. И начали! Раз, два, три, четыре, пять. И так делаем 20 раз в день. Значит, отрываем только лопатки, не дотягиваясь до коленей. Каждый день увеличивайте вашу дозу как минимум на 5 раз. Тогда будет это эффективно. Значит, сейчас показываю вам второй способ. Это упражнение касается только верхнего пресса. Принимаем упор лежа. И делаем это очень-очень быстро. Руки у висков. И начали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Желательно делать это как минимум раз в 30. Тогда вы почувствуете, как мышцы вашего пресса верхнего пекут. И вы почувствуете, что эффект уже пошел. Это упражнение желательно тоже увеличивать не на 5, а как минимум 10 раз ежедневно. То есть не 30, а уже 40, 50 и дальше, 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 больше. И вы увидите результат. Смотрите нас каждый день на канале ТТК-42 в программе «Доброе утро». И вы узнаете еще несколько способов, как накачать пресс верхний, нижний, боковые и косые мышцы. В мире так много всего интересного, что, наверное, все и не перечислить. Но в рубрике «Это интересно» мы пытаемся рассказать только о самых-самых интересных вещах, событиях, фактах, которые происходят на нашей такой прекрасной планете. Таких великое множество, но мы стараемся отбирать самое необычное. Поэтому прямо сейчас несколько минут самого интересного. Это может показаться злой шуткой или фарсом, но эта невероятная история является достоверной и правдивой. Прототипом мультипликационного Шрека был известный борец Морец Тие. Он родился в 1903 году в России, на Урале во французской семье, которая в 1917 году в связи с произошедшей революцией вернулась обратно во Францию. В детстве Марис внешне ничем не отличался от своих сверстников. Скорее наоборот, его называли ангелом, благодаря миловидным чертам лица. Но все изменилось в 17-летнем возрасте, когда у него начала прогрессировать редчайшая болезнь – акромегалия, вызывающая чудовищное непропорциональное увеличение костей, особенно лицевых. В связи с этими ужасными внешними трансформациями, Марису пришлось отказаться от желанной карьеры юриста. Но он не стал ставить крест на свои жизни, а решил использовать свой недостаток в качестве огромного преимущества. Марис отправился в США, чтобы стать профессиональным борцом, а в мае 1940 года он стал чемпионом по версии Американской ассоциации рестлинга, удерживая этот титул в течение последующих 19 месяцев. Он был известен под кличкой «Страшный Огр Ринга», но в дальнейшем его стали называть, как в детстве, французским ангелом, благодаря его душевности и доброму характеру. Но вся его недолгая и яркая жизнь является замечательным примером человеческого мужества и храбрости. Вместо жалоб на то, что жизнь в его распоряжении дала только кислые лимоны, он ловко научился из них делать лимонад и наслаждался своей жизнью. Марису очень понравился бы его мультипликационный герой Шрек, который так же, как и он, являлся добрым и чутким, вопреки своей устрашающей внешности. Вещи, связанные с собственными руками, хранят тепло ваших рук и, конечно, вашу энергетику. И пусть некоторые люди совсем не мнят себя рукоделами, но, поверьте, стоит только взять спицы в руки, и ваш инстинкт вам все расскажет и подскажет. На самом деле там нет ничего сложного, самое главное – это, конечно же, начать. О вязании мы расскажем в следующем сюжете. Первое, о чем стоит упомянуть – это воздействие вязания на нервную систему. Ученые давно доказали, что нет ничего лучше, чем вязание шарфов спицами для женщин. Это занятие успокаивает, расслабляет и помогает собраться с мыслями. Вязание даже получило свой медицинский термин и называется спицотерапия. Помимо нормализации работы нервной системы, оно приносит удовольствие, особенно когда видны результаты работы и вязание изделия готово к носке. Еще одно преимущество вязания – это развитие моторики рук и пальцев. Во время вязания спицами вы совершаете размеренные ритмичные движения, не требующие особого напряжения, но в то же время задействующие практически все мышцы кисти. Таким образом вы можете улучшить свою координацию движения и состояние рук. В процессе вязания улучшается кровообращение и кожа получает больше питательных веществ. На улице заметно похолодало, а это значит, что пришло самое время для шарфов. Этот очень теплый, уютный аксессуар добавит вам тепла, ну и, конечно же, какой-то элегантности. Как выбрать шарфы, ну и, конечно, как носить, мы расскажем в следующем сюжете. Самое важное, на чем стоит акцентировать свое внимание – это цвет шарфа. В первую очередь он должен обязательно подходить к вашему лицу, освежать его, подчеркивать все ваши прелести и, конечно же, подходить к одежде. Самым универсальным является шарфик пастельных тонов. Он поможет разбавить и освежить любой образ. Следует обязательно подбирать разные шарфы к разным стилям в одежде. Если, например, пальто классического стиля, к нему прекрасно подойдет воздушный и нежный шарфик. Спортивный покрой пальто прекрасно будет сочетаться с большим и объемным шарфом крупной вязки. Немаловажно при подборе шарфа его качество. Нелепо будет смотреться богатый и изысканный аксессуар на дешевом и скромном пальто. И наоборот, шарф низкого качества совсем непривлекательно будет смотреться на дорогом пальто. При выборе шарфа следует подбирать его в зависимости от комплекции. Тем, у кого стройная фигура, больше подадут легкие шарфы светлых пастельных тонов. Женщинам, у которых пышные формы, лучше подбирать более темные тона. Желательно, чтобы рисунок на шарфе был неброским. На современном рынке просто огромный выбор шарфиков разного качества, формы и фактур. Также немало существует способов их ношения. Одинарный и парижский узел – наиболее часто применяемые способы ношения шарфов. При слишком больших морозах уместно будет использовать двойной узел. У него большое сходство с парижским узлом. Разница лишь в объеме. Несмотря на то, что сейчас великое множество различных отделочных материалов, все еще в фаворитах ходят обои. Подобрать обои для нового ремонта – это целая наука. Ну и, конечно же, в семье из-за этого бывают очень большие споры. Но об обоях мы решили подробнее рассказать в следующем сюжете. Быть может, это поможет вам сориентироваться. Чтобы увеличить высоту комнаты, используйте обои с продольным рисунком. Если желаете сделать помещение визуально шире, подойдут с поперечными широкими полосами. Если комната высокая, старайтесь выбирать материал с крупным рисунком. Если же широкая, выбирайте обои яркого цвета с крупным рисунком. Если часто делаете ремонт, то лучшим выбором подойдут однослойные набивные обои. Их легко удалить. Однообразные и слишком контрастные обои лучше не покупать. Если на стене планируется декор картинами, фото, либо ковер, то под ними должны быть гладкие с мелким рисунком обои. Края полотен всегда должны быть защищены упаковкой. Всегда покупайте обои с одной партии. Обязательно проверяйте качество материала. Разная толщина недопустима. Избегайте непрозрачных упаковок. На них не видно рисунок. Сейчас встретить телефон с обыкновенными кнопками – это, пожалуй, большая редкость. Ну и, конечно, сейчас все больше приобретает популярность модели старые, кнопочные, так называемые ретро. Кстати, некоторые из этих моделей продаются за очень большие деньги. Но мы решили разобраться, что же лучше – сенсорный телефон или телефон с кнопками. Если проанализировать мнение пользователей, то однозначного ответа среди них нет. Любители просматривать картинки и фотографии предпочитают сенсор. А те, кто часто сталкивается с набором текста, считают кнопочный вариант более удобным. Многие полагают, что сенсорные аппараты пока не такие надежные, как хотелось бы. Хотя и признают, что с каждым годом они все качественнее, надежнее и дешевле. С другой стороны, любители кнопок отмечают, что достойных моделей становится все меньше, а выбрать из них современную и функциональную трубку становится все труднее. Многие отмечают засилие сенсорных трубок с проблемой клавиатуры. В любом случае, это мнение пользователей. Но есть и объективные факторы, которые необходимо учитывать, отдавая предпочтение кнопочным или сенсорным аппаратам. Именно сенсорные трубки сегодня наиболее продвинутые. Они комплектуются новейшими операционными системами и наделяются последними гаджетами. Сенсорные телефоны предпочтительнее с точки зрения функциональности. Из-за большого размера экрана они оптимальны для просмотра видеофотографий. Интерфейс в таких моделях, как правило, впечатляет, а разрешение экрана часто в несколько раз больше, чем у кнопочных. Сенсорным телефоном придется тяжеловато на начальном этапе. Нужно время, чтобы привыкнуть к нему. У молодежи период адаптации проходит достаточно легко, а вот в зрелом возрасте могут возникнуть проблемы. Это касается даже продвинутых людей, привыкших работать с кнопочными устройствами. Кнопочные модели зачастую выглядят скромнее, даже если имеют все возможности сенсорных аппаратов. Кнопочный телефон более экономичен при обыкновенном режиме работы, так как потребление энергии у больших сенсорных экранов значительно выше. Кнопочные трубки резко упали в цене с появлением сенсорных конкурентов, хотя их качество при этом не понизилось. Это важно для тех, кого интересует цена вопроса. На самом деле недоброкачественным может оказаться любой чай, даже крупный. При недобросовестном отношении производителя некоторые листовые сорта чая изменяются до неузнаваемости и по качеству становятся хуже многих пакетированных чаев. Добросовестные производители пакетированного чая пользуются следующей схемой для достижения хорошего результата. Качественным материалом для чайного пакетика считается не бумага, а легкие тканевые ее заменители. Например, искусственный шелк, кукурузный нейлон или крахмал. В последнее время даже появились пакетики из синтетического термопластического материала. Сам пакетик специально изготавливается по объему больше, чем засыпаемый в него объем чая. Таким образом, производитель добивается лучшей завариваемости. Лучшая форма чайных пакетиков – круглые или с двойным дном. Качественный чайный пакетик должен содержать более 3000 микроотверстий. Самые добросовестные производители упаковывают свои чайные пакетики в отдельные герметизированные пакетики из полиэтилена, защищая продукт от попадания прямых солнечных лучей, высыхания или влажности. Рукоделие – это, пожалуй, в первую очередь попытка выразить себя различными способами. Быть может, это вышивание, вязание, шитье. Но если вы умеете что-то делать своими руками, то вы уже человек талантливый. Надо просто в себе это развивать. О рукоделии мы поговорим через несколько мгновений. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами я, Елена Полищук. И сегодня мы продолжим с вами плетение браслета шамбала другими способами. Мы уже научились с вами делать браслет шамбала в один ряд. И сегодня я покажу вам, как делать браслет в два ряда первым способом. Для работы нам понадобится, как всегда, основа, два канцелярских зажима, шнур шамбала, ножницы, зажигалка, клей и линейка, по которой мы будем отмерять длину нашего шнура. Первый отрезочек у нас будет 45 см. Это будет основа нашего браслета. И мы ее, сразу я ее приготовила, одела на нее бусинки, которые будут у нас в конце оставаться на этом браслете. Их лучше сделать одеть сразу. Закрепляем на основе. В принципе, для основы может подойти и даже дощечка, на которой вбиты два гвоздика наверху и внизу. И просто тогда нам не нужны будут вот эти вот крепления, и мы можем завязать их гвоздиком, этот шнур. Может подойти также и книга с твердым переплетом, но как бы я считаю, что книга это для того, чтобы ее читать, и поэтому лучше воспользоваться чем-то другим. Итак, второй отрезочек у нас метр восемьдесят. Мы его складываем пополам и начинаем плетение браслета. Начинаем как обычно, как начинаются все наши браслеты плетения. Мы берем шнур с левой стороны, кладем его на основу. Второй кладем на этот шнур, продеваем в петельку. Сильно подробно на этом я не буду останавливаться, так как на прошлых занятиях мы уже с вами это научились делать. Теперь слева направо. Так у нас получился один квадратный узел. Снова справа налево. Теперь на концы нашего рабочего шнура мы должны нанизать по одной бусинке. Одну в правый шнур, другую на левый шнур. Вот таким образом. Так, придвинем их поближе к нашим этим четырем узлам. И продолжаем плетение, как начинали. Слева направо накладываем на основу. Берем две бусинки. Одну вдеваем на левый шнур. Так, столкнулись с проблемой того, что у нас распушился шнур. Значит, мы берем зажигалочку и просто этот кончик опаливаем. Вот так. Вот то же самое. Близко продвигаем к этим двум предыдущим бусинкам и продолжаем плетение. Шнур слева направо, в петельку, затянули. Шнур справа налево, в петельку под рабочий и затянули. И таким образом мы продолжаем наше плетение браслета до тех пор, пока у нас будет отсюда. И заходить немножечко сюда, чтобы осталось немножко места для замочка. Вот такой браслет у нас должен получиться. Теперь нам осталось сделать замочек. Переворачиваем браслет. Накладываем один шнур в другой. И отрезочком в 60 см мы начинаем плетение нашего замочка. Складываем его пополам. И заводим под эти два шнура. И плетение то же самое. Слева направо, под два шнура, в петельку и затягиваем. Теперь то же самое. Справа налево проверяем, хорошо ли двигаются у нас. Отлично. Теперь лишние кончики мы с вами должны состричь. Но сначала, чтобы браслетик наш не распустился, мы его закрепим клеем. Для удобства, если вам покажется, что вот эти веревочки остались очень длинными, мы можем немножечко подтянуть бусинки наши и сделать узелочки немножко поближе к ним, а остальное лишнее отрезать. Ну что ж, а на этом сегодня все. И я желаю вам удачи и успехов в плетении браслетов Шамбала. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. А я напоминаю еще раз на календаре 12 ноября, четверг. Четвертый рабочий день недели, а это значит, что до выходных рукой подать. Я думаю, что эта мысль вселяет во всех нас большой оптимизм. Всему отличного настроения. Хорошего четверга. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин